здравствуйте друзья у нас сегодня интересная тема с утречка никого не трогаю смотрю тем чем новостях натыкаюсь на речь речь произнесена генеральным прокурором соединенных штатов господином сэшнс его фамилия и генеральный прокурор сша он ну вот как бы он же еще и министр юстиции вот как как бы так сказать вот в одном человеке 2 вот эти вот роли он он как бы руководитель министерства юстиции и выступает он не больше не меньше как на таком мероприятии по тренингу для иммиграционных судей вот представьте себе вот те самые иммиграционные судьи которые решают вот там дать или не дать человеку например политическое убежище и выступает и так он на разные темы говорит ну в общем и в целом как бы разумные вещи что у нас происходит очень серьезное злоупотребление с иммиграционными законами потому что начинаю где-то вот с 2009 года он так определил ну пусть будет 2009 у нас началась такая либеральная можно сказать политиков в отношении людей которые приходят через границу и говорят что вот у него там опасения значит вернуться домой и дальше его выпускают в страну запускают играть ночью тут болтайся пока там мы будем с тобой разбираться с твоими делами в общем пока тут уходи и резко выросло количество значит заявлений как чудовищно выросла и что еще он там интересную статистику дал что после того как 15 процентов этих кейсов всего 15 процентов отметаются иммиграционными офицерами то есть иммиграционные офицеры на себя уж так много особо не берут они говорят ну что-то я тут не понял и дикты к судье вот но если это как бы уже так но уже совсем как бы вилами по воде там да или там как не непонятно вот он гадаешь что чувак я тебе отказываю это всего 15 процентов 15 процентов отказов на уровне иммиграционного офицера но дальше когда они попадают к этого самому к судим когда они к судим попадают то то получается что там 20 процентов этих клеймов заявлений признаны имеющими под собой основание а 80 процентов не имеют под собой основание с точки зрения судей это после того как 15 процентов уже вычищен и люди идут строго до год мы такая страна у нас тут хорошо к нам стремятся люди там со всего мира вот ну если что пусть бы они стремились на не нарушая закон на самом деле они его и не нарушают они конечно там может прибирают чего но все это происходит в рамках закона да то есть закон позволяет человеку прийти сказать что он чего-то боится а дальше там 8-10 лет болтаться по судам и все это время работать я уже не говорю про те кто с концами там растворился его вообще нет да так что он все это замечательно рассказывал в общем-то не не уйдя никуда в какие-то такие темы области в таскать и которые не были бы хорошо известны но дальше он некоторые вещи сказал что вот мы сейчас нанимаем 100 новых судей 100 до конца этого года они должны набрать 100 новых иммиграционных судей эти судьи отправляются на границу там было конкретно сказано что south west то есть это как бы юго-западная дата вот калифорния там аризона вот туда вот на видимо там основной поток идет отправляется вот на эту границу и чтобы они там на месте все это решали потому что переполнены эти вот центры центры детишн центры детишн центры и там создаются длинные длинные очереди эти длинные длинные очереди препятствуют рассмотрению дел по политическому убежищу со стороны людей которых может быть есть основания и так далее то есть вот почему как бы вот так и дальше он сказал что вот та ситуация которая сложилась так больше продолжаться не может вот я к этому калипу так больше продолжаться не может и сегодня я оглашу да там он не огласил но сегодня я оглашу те меры которые мы должны принять для того чтобы вот с этим совсем разобраться вот и как бы поставить на свои места значит что там у него будут замеры как это все мы посмотрим я только хочу сказать что поскольку среди наших зрителей есть люди которые интересуются политическим убежищем может быть планирует в этом процессе оказаться через некоторое время речь не идет о тех кто приехал в страну вот скажем там прилетел на самолете и подал на политику не об этих речь речь идет о тех кто пересекает границу он кстати сказал что у нас теперь то что называется zero tolerance то есть мы каждый человек который пересечет нашу границу нелегально он будет значит мы будем его преследовать каждый человек который будет способствовать там кому-то в этом деле значит мы его будем преследовать у нас законный отсчет есть то есть мы будем в полной мере наши законы выполнять и те меры о которых он говорит это меры по пресечению именно вот как бы потока людей колоссального идущего через мексиканскую границу и обращающегося там за политическим убежищем вот об этих идет речь речь не идет о тех кто там допустим наши соотечественники который например которые приезжают там по турвизии потом они подают на политику об этих речи вообще нет как бы даже наоборот получается что вот этих пытаются защитить потому что они находятся очень долгое время в иммиграционном процессе в этом из-за того что вот там на границе какое-то очень большое количество людей которые вот там дурака валяют а этим вот настоящим беженцам им значит и примания некогда уделить кстати сэшнс сказал что уже на пятьдесят процентов увеличено количество судей в на юго-восточной границе на юго-западной если по юго-западной вот но вот еще они там 100 человек нанимают и он к каждому из них обратился персонально у нас сейчас 70 тысяч 70 тысяч бэк лог то есть 70 тысяч заявлений которые это 700 ездить 700 тысяч 700 вот и он к каждому из них обратился он сказал что ягод прошу вас чтобы не меньше 700 700 кейсов в год вы рассматривали то есть я не знаю какое количество там судей в целом но вот он скажет не меньше 700 кейсов в год и я понимаю что это не просто но во всяком случае это ну можно вот вот эти 70000 там было 4000 стала 70 очередь ночью такая вот история действительно бардак там у них творится и он при этом также сказал что мы не сможем ничего кардинально решить до тех пор пока конгресс не примет новую им ими новые миграционные законы которые упорядочат это все потому что они как бы должны находиться в рамках закона они не то что как добропорядочные граждане сами там со штыками встанут у границы нет они должны следовать закону а закон такой что он в общем то позволяет вот это все делать и это снова возвращает нас к дебатам иммиграционным которые неминуемо состоятся в палате представителей трудно сказать в состоянии ли они в принципе для чего бы то ни было договориться это очень сложный вопрос то есть я я думаю что вообще-то нет но посмотрим как бы это именно то почему крайне низкий авторитет у палаты представителей она как бы уж совсем там неуважаемая такая в вопросах общественного мнения там спрашивают вот так как уважают там президента сенат палату представителей вот выясняется что обычно президентов больше уважают сенат в меньшей степени а палата представителей просто как вот ну совсем неуважаемое такое место тип там 9 процентов 10 процентов 11 процентов уважают остальные нет крайне неэффективный орган и так далее в общем я продолжаю наблюдение и если уж он сегодня что-то такое замутит это до сегодня и доложусь но может быть завтра доложусь во всяком случае я на на стрёме стою высматриваю и если там на горизонте что появится обязательно отрапортую счастливо а